Проблемы ЖКХ, открытие новых детских садов и обеспечение безопасности. Все это волнует жителей микрорайона Люберцы 2015-2016. Накануне с ними встретился Владимир Ружицкий. Какие вопросы еще нужно решить в северной части города? Тему продолжит Анна Троян. Столько домов, вот такой вот детский сад, не знаю, с крупу какую-то. И как детей туда, дети не могут попасть. Это очень огромная проблема здесь. Вопрос строительства социальных объектов – одна из самых горячих проблем микрорайона Люберцы 2015-2016. В частности, сейчас остро не хватает детских садов. На 10 тысяч жителей он пока всего один, на 250 мест. Однако застройщик заверил, к сентябрю 2018-го появится еще один, а к концу 2019-го – два. Эта информация должна быть на сайте, в вашем сайте. Ее разместить на сайте самолетов в администрации. Еще одна проблема на злобу дня – парковки в новом микрорайоне. Ночью эвакуатор увозит машины, которые стоят на тротуаре, с заездом на тротуар. У меня лично увозили машину. Но припарковаться негде, приезжая в 9 часов вечера, уже вставить машину, не нарушая правил, негде. Автомобилисты, автолюбители с удовольствием это будут делать, если будет возможность. Застройщики ответили – внутри микрорайона Люберцы-2016 бесплатная парковка появится уже совсем скоро. А вот чтобы построить такой объект в Люберцах-2015, жителям предложили войти в долевое строительство. Что вызвало немало вопросов у горожан и представителей власти. Я рассказываю, если парковок не будет, строительство придется остановить. Решайте вопросы, кредитуйтесь, продавайте. Какие проблемы? А еще актуальным в новых ЖК остается вопрос безопасности населения. По словам заместителя начальника Люберецкой полиции Сергея Разгуляева, в микрорайонах пока работает один участковый из Ухтомского отдела полиции. Но вскоре, пообещали власти, все изменится. Согласно выделенного помещения, в Содружбе 7, корпус 1, там будет опорный пункт полиции, мы его отремонтируем до конца года. Кроме отсутствия в микрорайоне полиции, жители пожаловались на то, что у них до сих пор нет отделения МФЦ, почты и Сбербанка, что приносит им массу неудобств. Кроме того, одни люберчане рассказали, что в их квартирах очень жарко из-за перетопа. Другие же сообщили, что у них холодно. Да и вообще в сторону управляющей компании было много нареканий. Я думаю, завтра мы с управляющей компанией вызову к себе, мы определимся, устроим день открытых дверей в субботу, чтобы было удобно для всех жителей. Готовы на такое решение? Значит, дополнительно управляющая компания на день открытых дверей развеет объявление за 10 дней всех устроит. Кроме того, жители микрорайона снова пожаловались представителям власти на недостаточное количество маршрутных такси, а также на отсутствие тротуаров и освещения на Зенинском шоссе. Это для нас, для всех, новость достаточно положительная. Зенинское шоссе включено в госпрограмму на реконструкцию. Тротуары, освещение – это однозначно. Дальше это четырехполосное движение – однозначно. Реконструкция моста в четыре полосы. И круговое движение, которое на железнодорожной. Этот проект будет подготовлен к концу декабря текущего года. Его планируют реализовать до сентября 2018-го. Анна Троян, Никита Скраган и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей. Редактор субтитров А.Семкин